Саратовский проект получил Гран-при Всероссийской туристской премии в номинации «Лучший военно-исторический маршрут». Он обошел конкурентов из Санкт-Петербурга, Самары, Белгорода, Тулы. Основными пунктами автобусного маршрута по Саратову стали самые известные музеи и памятники. Их в городе более 350. Между тем, в России все чаще звучат разговоры о том, что объекты воинской славы нуждаются в дополнительной защите. Актуально ли это для Саратова в нашем следующем материале. Общероссийская организация «Офицеры России» обратилась в МВД с просьбой усилить охрану воинских мемориалов и памятников. Повод – участившиеся случаи вандализма. Только в этом году в Тамбое, Башкортостане, Белгороде, Горноалтайске, Воскресенске неизвестные тушили вечные огни, разрисовывали стелл с именами героев и жгли траурные венки. В МВД идею круглосуточного видеонаблюдения таких объектов поддерживают. Про памятники Саратова все знает руководитель муниципального учреждения «Культурное наследие» Ришат Мяняфов. Он каждый день объезжает 40 подопечных стел и монументов. Говорит, последний случай явного вандализма произошел 21 мая 2012 года на улице Ароновой в Кировском районе. С памятника Герою Советского Союза летчице Марине Росковой и неизвестные сорвали звезду. Она была очень надежно прикреплена. А на чем пришла? Арматурой это было закреплено через стенку, на анкерных болтах все, да, сорвали. Пришлось срочно изготавливать новую. Потратили 10 тысяч рублей. А ту сорванную вандалы, скорее всего, хотели сдать как цвет мет. Но просчитались. Это деталь из обычной нержавейки. Хулиганов не нашли, хотя напротив школа с видеокамерами на входе. А вот подростки, которые в июле этого года залезли на памятник журавли, своих лиц не скрывали. Наоборот, выложили в сеть интернет фотосессию на 44-метровой высоте. Вот это через это отверстие они пролезли. Проектанты не учли, значит, что наш народ может так вот подняться через это отверстие, проникнуть и подняться. Прыгали, прыгали и вот туда допрыгались. Лестницу даже не ставили. Отверстие заварили железными прутами. Не помогло. Пруты сорвали и экстремалы повторили свое восхождение. Тогда на время усилили охрану. Наряд дежурил на журавлях с 6 вечера до 6 утра. С вечными огнями в Саратове никаких скандальных историй не происходило. Жарить тут никак не могут в парке. Тут охрана постоянно круглосуточно работает. Заезжают работники полиции постоянно сюда. В Саратове два вечных огня. Первый рядом с оперным театром, второй в парке Победы на Соколовой горе. Содержание двух вечных огней обходится городскому бюджету примерно в 600 тысяч рублей в год. А вот появятся ли у объектов воинской славы видеокамеры, зависит от того, выделят ли на это средства. Стоимость одной видеокамеры варьируется от 10 до 100 тысяч рублей. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.